Девушки отдыхают Заступаться за девочек Главным образом она учила меня Заступаться за сестру Катя была моими университетами Сколько фингалов Украшало мою физиономию в ее честь Из школы я вынес Важный урок Мама не всегда права, а насилие не всегда выход Мужчина должен побеждать разумом Костя, ответь ты уже человеку И так дел выше крыши Где твоя сестра? На работе А Филипп? А с ним все в порядке Послушайте, я совершенно с вами согласна Костенька, либо ответь мужчину Либо сейчас полицию вызову Сколько можно тут вообще-то устраивать? Вырываетесь, орете тут, черти что устраиваете Я его сестра, потому что пила очень-очень плачет И я хочу его восхищать, мой сын Тогда ты мне привезешь Да, вот ты, человек незаинтересован Ты скажи, ты бы осталась с этим типом Костенька, я понимаю, я целиком за тебя Но сейчас меня это совершенно не волнует Сейчас меня волнует то, что наш бизнес накрывается медным тазом Ладно, я понял Поехали К Филиппу Учти, я жду тебя в офисе Ой Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, говорить, конечно же, будете Вы с Костей Катя Я в порядке Я не звук лишнего Ты посмотри, кого он додумался притащить Лашь-мо Так, Катя Жан-Шарль Настало время конструктивного диалога Правда, Вера? А вот и Филипп Так Филипп Мой едием дамой Ты посмотри Вообще-то он в Париже не просит Субтитры сделал DimaTorzok Филипп Филипп Тихо, тихо Вперед Филипп 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 Ты мне лезь сортир Ты мне... Филипп 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 Сколько можно делить парня? Это нет Вои проблемы Да, я согласен Мне просто парня жалко Единственный нормальный мужик В нашей семье Не считай меня, конечно Едем за ними Спокойно 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 Дай мне адрес гостиницы Завтра я привезу тебе Катю И прослежу, чтобы она не сбежала Ну? Договорились? Посмотрим Ну ты пойми Где-то внутри Катя Она здравомыслящая Рассудительная женщина Ну просто это где-то очень-очень Внутри Марина Юрьевна как пришла на работу Сама не своя Сказала, что во сне какие-то эклеры Ели Разручены Эклеры? Угу Да Эклеры Подозрительные были Эклеры Подрешите Константин Петрович Большой вам Спасибо Пожалуйста Что-то еще? Нет-нет Это вам Это все вам О Радости материнства скажу тебе Сильно переоценивать Ну что, ты решил семейные проблемы? Если бы Что? Господи, как все вообще не вовремя, а? И меня, у тебя Как мы вообще могли позволить себя кинуть? Зачем мы подписали эту дурацкую расписку? Наталья Ивановна уверяла, что все в порядке Я хочу видеть эту Наталью Ивановну прямо сейчас Она только что здесь была Он дал мне подписать какой-то документ Сейчас Наталья Ивановна Наталья Ивановна Наталья Ивановна Наталья Ивановна Да что ж это такое? Да что ж это такое? Сколько лет мы вас скормили Когда вы бегали по больнице Полгода со своими почками Вам никто слова не сказал Никто вам вообще не упрекал ни разу Это просто подстава А вы что прикажете? Ждать до конца месяца Когда вы сами заявите о банкротстве Это же вы виноваты в этом Вы в этом виноваты Наталья Ивановна Действительно некрасивая ситуация получается Вы же нас сами убедили Что мы можем подписывать Это долговое обязательство Вы думаете я знала Какая сволочь Этот Анатолий Я думала человек Редистка оказалась Этот его бухгалтер мне говорит Подписывай У них так делается В конце концов не я вам нашла этого Анатолия Вы сами его себе нашли Константин Петрович У меня выгодное предложение Так что уж она Извините А вам В вашем положении Вообще волноваться вредно В каком В таком положении? В таком А вам часы Можно сверять Пропустите Что ты на меня смотришь? Теперь у нас и бухгалтера нет Звук 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 Это мне? Екатерина дома? Ты откуда взялся? Я... Я извиниться хотел за прошлый раз. Не надо, не требуется больше. Так, я, пожалуй, пойду. Стоять! Ну! Это, кстати, тебе. Наша встреча, ну, не то, как она закончилась, а то, что было вот до этого. Я сто лет так времени проводил чудесно. А это глупое недоразумение, которое между нами случилось, давай забудем. Ты как? Откуда ты знаешь, что я здесь? Твоя мама сказала. Ну, она и намерение одоблила. А, вот ты с мамой и встречайся. Малу он тебе врезал. За добавкой пришел. Не поняла. Я не поняла. Вы что перемигиваетесь? Вы что переглядываетесь? А, ну, вообще-то, Костя, он меня поддерживает. Да? Ты же мне сказал, что ты от него мокрого места не оставил. Если быть до конца откровенным, я подумал. Зачем человеку морду бить? А вдруг ты еще не до конца определилась насчет Юрки? У него морда битая. Некрасивая. Плани хватает на вашу солидарность мужскую. Я не вовремя, да? Совсем. На будущее. Роза, не бери. Ромашками не так больно. Хорошо. А вот права, моя мамуля. Ну, непутевая я. Муж хам. Первая любовь, придурок. На брата положиться нельзя. Господи. Почему же так сложно быть девочкой? Филиппа я не отдам. Нет. Может быть, как женщина я не состоялась? Ну, как мать я не подведу. Это правильный настрой. У меня есть план. Молодец. Успокоилась? Успокоилась. Чего надо? А то надо. Послушай, ты же не можешь вечно убегать, правильно? Вам надо с Жан Шарлем сеть за стол переговоров. А я помогу. Я буду рядом. Ты знаешь, убедил. Да? Ты же старший брат, ты же лучше знаешь. Хм. Да. Если женщина слишком быстро говорит «да», это означает «нет». И я, конечно, это знал. Просто голова была другим занята. Что нового на работе? А у нас, представляешь, две сотрудницы уходят в декрет, одна за другой. Да, сейчас вообще бэби-бум. А среди твоих девушек никого? А почему это тебя интересует? Да так просто. Женский коллектив все-таки. По теории вероятности. Да мне вроде не сообщали. У меня другая проблема. Главного бухгалтера переманили. У тебя на привете никого нет? Хотя? Ты бы меня просто спасла. Как насчет меня? Ух ты. Ну да. Я могу совмещать. Вторая половина дня твоя. Подходит? Ух ты. А потом мы можем видеться чаще. Я тебя спасла? Ух. Ты мой ангел. Угу. Угу. Что я мог сказать? Не приходи. Кость, да потому что жаловаться не надо было. Я просто поддерживал разговор. Слушай, может мы зря паримся? Откуда она узнает? Я рассказывать не собираюсь. А ты? А я собираюсь. Кость. Все, пока. Но не завтра. Я понимаю, тебе как брату неприятно слушать. Но Катя Ветриная. Она не руководитель. Она не интонабль. Я вынужден согласиться. Я думал, это ваша русская душа. Но она говорит одно дело, другое. Хочет третьего. И бывает непросто. Какое она премьер Филиппе дает? Кто она? У нее есть профессия? Она меняла кучу работ. Мем на мезон. Это я, кто меня занимает. Она просто... Катя. Она Филиппа портит. Я не могу позволить это. У Филиппа есть шанс получить хорошую профессию. Дентист? Да, дентист. Мон гран-пэр, он был дентист. Мон пэр, он был дентист. Я дентист. Это хорошая профессия. Почему мой сын не был дентист? Ну, он хочет заниматься. Другим. Ему тринадцать. Он ничего не понимает. Он мне кажется музыкой. Это благо. Это куча. Что ты хочешь, что ты музыка? Где Катя? Алло. Катя, я тут развлекаю твоего мужа. Нам уж совсем не смешно. Костичка, извините перед ним, пожалуйста. Скажи, но не смогла я вырваться. Твою дивизию. Дай только Соне, я с ней договорюсь. Соня уехала по твоим делам, между прочим. Она нас тут навалилась. Сейчас, простите. Повиси, пожалуйста. Будьте добры, мне нужны два билета на ближайший в Питер. Да. Послушай, пожалуйста, передоговорись с ним на завтра, на вечер. Как можно позже, хорошо? А как насчет того, чтобы встретиться завтра вечером? Чувашь, что-ли, обедение. Она всегда так. Это да или нет? Иностранец. Ну и что ты молчал, тихушник? Как-то к слову не пришлось. Расслабься. Марина мне уже все рассказала. Умница, Марина. Ну и как тебе? Честно говоря, я не понимаю, почему вы прятались. Это обычная история. Обычная? Соня, ты ангел? Ну не всем же так повезло, как нам с тобой. И нечего тут стесняться. О, а я-то ночей не сплю. Я думаю, как тебе рассказать? Маринка, молодец, как ты решилась? Я бы ни за что. Я просто решила, что должна рассказать сама. Ну, это ведь я забеременела. Неизвестно от кого. Неизвестно? Ну, конечно, просто как клуб, постель. Потом, точнее, две полосочки. Обычная история. Соня права. Две полосочки? Марин, ты не переживай, справишься. А если что, мы поможем. Правда, милый? Можно тебе на секундочку? Да, конечно. Производственный вопрос. Да, одну минуточку. Ты с ума сошла? Что я теперь ей скажу? А что я? У меня токсикоз. Она меня сразу же выкупила. Тебя, между прочим, не было рядом. Сейчас, отчество, не легче. Господи, скажи, потом как-нибудь все. Но не сейчас. Не сейчас. Да, что я ей скажу. Маринка перепутала? Она беременна. Отменяешь? Я вам не мешаю. Когда, говорите, от вас бухгалтер ушла? Буквально на днях. У меня складывается ощущение, что она последний месяц работала не на вас. Господи. Ну, попади, Смита, Наталья Ивановна. Понятно теперь, почему она так быстро слиняла. Соня, там все так плохо? По налоговой накопилось и за производство расчет неполный, если вы не в курсе. Я, конечно, документы подготовлю, а средств на счету достаточно? Мы работаем над этим. Ребята, времени нет. Так, надо ехать к Анатолию. Будем унижаться. Потом, Костенька, не сейчас. Потом, потом, милый. У меня в Питере двоюродная тетя. Я с ней уже договорилась. Чудесная женщина. Она нас приютит на первое время. Моги, пожалуйста, закрыть. И что ты нас повесил? Ну, это же приключение. Мы с тобой уходим в бега. Мы вернемся? Вернемся. Ну, она уедет, и мы вернемся сразу. Честное слово. Скоро-то можешь не ходить. Но? Ну, я хочу пойти. Ну, с одноклассниками там попрощаться. С одноклассниками, да? Да-да-да. Ладно. Да только никому ни слова. Где твой чемодан? Помогай. Ну, нет, ребят, ну что вы. Ну, тут говорить даже не о чем. Ну, какая вам разница, когда деньги вернутся? Сейчас или через месяц? Ну, помогите нам. Ну, дайте нам шанс. Не понравится, вы же все равно при своих. Ну, что ты не понимаешь? Понимаешь, это деньги. Понимаешь, бизнес. Деньги должны работать. Они крутиться, должны крутиться. Анатолий Сергеевич, пожалуйста, войдите в наше положение. Вы наш последний шанс. Да, я это понимаю, да. А что мне за это будет, а? Мы согласны на любые условия. На любой процент. Хотите 50 на 50? 50 на 50. Я? Нет, давайте, давайте так. Мне 80, вам 20. Не, еще лучше. Мне 90, вам 10. А, ребятки? Ну? А? Стоп, я придумал. Давайте вы мне за долги отпишите ваш бизнес, а? Ну, что, подходящий же. Так, все, Марин, пошли. Унизились. Дальше некуда. Ну-ну. Ребятки, отдавать все равно придется. Мои уже иск в суд готовят. Пойдем. Константин, Константин, подождите. У меня к вам вопрос такой неожиданный. Вы Игорь Рогозин, а знаете? К несчастью, Веркин бывший. А что? Это все из-за него. Что? Понимаете, Рогозин с Анатолием Сергеевичем, они конкуренты на строительном рынке. Рогозин к нам сегодня приезжал. И я услышал, ну, так-то училась. Я услышал, такая информация интересная выяснилась. За то, чтобы вас утопить, Рогозин Анатолий Сергеевич взял себе в дом. Они уже тендер государственную на застройку выиграли. Когда? Сейчас? Нет, нет. Похоже, давно сговорились. Анатолий Сергеевич, именно поэтому он на вас и вышел. Подождите секундочку, мне кажется, это я на него вышла. Я тоже так думал. Извините. Так, получается, он с самого начала хотел меня кинуть? Так, я интуицию проверю. А мой главный бухгалтер? К нам сегодня на работу вышла, да? Понял, кто? Пошли. Подожди, стоп, я ничего не понимаю, как, куда пошли, зачем? Я ничего не понимаю, что все это значит? Это значит, тебе надо искать новое место работы, а мне сухарей сушить. Пошли. Подожди секундочку. Вас подожди, Костя. Константин. Екатерине Петровне, привет, пожалуйста, передайте. Ты что здесь делаешь? Ничего. Ты что, меня караулишь? Нет, почему? Просто думал, что забыл у тебя в квартире одну вещь. Как моя курточка? Жива? Я поняла. Ты думал, что я вернусь со своим. Как ты там Косте сказал? Со своим хахалем? Может быть. Ты же теперь у нас сыщик? Я думал о нас с тобой. Мы еще можем быть счастливы, если кто-то не наделает глупостей. Да не можем. Не можем мы быть с тобой счастливы, как ты это не поймешь. Потому что, да, ты прав. Ты прав, у меня есть другой мужчина. Я тебя прощаю. Прощаешь? Да. А ты знаешь, он у меня идеал. Он звонит мне утром и спрашивает, что мне снилось. Мы с ним встречаемся каждый день. И он в курсе всех моих дел. Ему не все равно. Он дарит мне цветы не на 8 марта, а просто так. И он приходит не тогда, когда нужно ему, а когда нужно мне. И не исчезает, когда ему вздумается. И он хочет семью, он хочет детей. И он может взять на себя ответственность. И он отвечает за свои слова. И с ним я могу быть слабой. Да, и вот с ним я счастлива. А ты мне разводишь. Таких идеальных мужиков не бывает. Бывает. Я тебя с ним обязательно познакомлю. Обязательно. Спасибо, с удовольствием. Я тебе обещаю. Ничего, ничего. Посмотрим, что это за мистер идеал. Может, тебе правда лучше уехать? Зачем? Сам знаешь. Знаю. Ну, даже если я уеду, я все равно буду ждать, пока ты передумаешь. Ну и дурак. Я вот не хотела тебя обижать. Ну ты сам во всем виноват. Как с тобой разговаривать, а? Я не обилиюся. Если ты уедешь, я буду очень сильно скучать. Все сказал, не знаю зачем. А я знаю. Ну и молчи тогда. Ну, я молчу. А вообще здорово, когда есть человек, с которым есть о чем помолчать. Ну, урок опоздаем. Пойдем. Только два по отдельности. Давай. Давай. Давай, мы идем. Давайте с ней секреты. Они все будут искать. Маму, они будут искать. Она тоже будет искать, это будет хорошо. Я тоже выросла, когда ты спишь. Ты же вернешься, как это? Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Филипп? Филипп! 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 Слушай, твой брат сегодня куда-то пропал со второго урока. Ты не знаешь, где он? Откуда мне знать? Я что, ему сторож, что ли? Ну, ладно. Алис, иди сюда. Иди быстрее. Ты не знаешь, ты не представляешь. Ты мне не сестра. Что ты опять думала? Я ничего не придумала, ты мне папа сказал. Это правда. Ты мне не сестра. Как не сестра? Здравствуй, Филипп. Вы почему не в школе? Что случилось? Уроки отменили? У меня свои уроки. Тетя Вера. Тебе отец сказал? Мои... мама и папа. Они разбились? Алиса, послушай. Расскажи мне, пожалуйста. Пожалуйста, расскажи. Твоя мама, моя сестра, мы с ней были так похожи. Алиса, даже шутили, что я твоя запасная мама. Ну, а когда все случилось, естественно, мы с папой решили... Ты собиралась мне рассказать? Алиса, ну, конечно, я собиралась. Ты же в мой дневник залезла. Ты же про Филиппа прочитала. Почему нельзя было сразу сказать? Ну, просто такая щекотливая ситуация. Нужно было как-то деликатно. Да. Очень, блин, деликатно. Наказать, запретить. А я ночами спать не могла, понимаешь? Алисочка, послушай меня. Давай мы пойдем с тобой домой и там спокойно поговорим. Нет. Нет, тетя Вера. Домой я не собираюсь. Алиса, не надо так. Филиппа сегодня уже чуть не украли. Вы даже ничего не знаете. Ну, так расскажите мне. Мы поможем. Вы заняты только своими проблемами. На нас вам вообще наплевать. Ну, ничего. Мы сами справимся. Пойдем. Алиса, стой! Алиса! Я его люблю. И спасу тебя, ясно? Алиса! Мне было 39 лет, когда не стало моего отца. А его бизнес под моим руководством пришел в полный упадок. Как так вышло? Я старался сделать счастливыми всех женщин. И забыл, какими мстительными могут быть мужчины. Сейчас? А что сейчас? Сейчас я хочу, чтобы меня оставили в покое. Но кто я такой, чтобы мои желания исполнялись? Да! Костя, катастрофа! Нет, это у меня катастрофа. Не может быть двух катастроф, одновременно. Алиса с Филиппом сбежали. Я тебя еду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Успокоительно, проверено Мама, а ему тут быть обязательно? Это Леня, он живет у меня А во-вторых, у него бесценный опыт Первый раз он сбежал из дома в 9 лет Так это многое объясняет Как ты додумался, идиот? Я не могу, но это не так, что я пытаюсь Я пытаюсь ему поставить свои идеи в place Объясняю, он пытался привить правильный взгляд на вещи сыну Ну, давайте еще подумаем Знакомым всем позвонили? А учителей предупредили? Полиция обещала разослать информацию по всем инстанциям Жанн, Шарль Вот у тебя же деньги есть? Маня, маня Я не знаю Это прямо сейчас так важно? Катя, ты не понимаешь Без денег беда Да, я два месяца воровал Леня, господи Ну, кому сейчас нужны эти ужасы? Ну, а что? Ну, потом нашли способ, как заработать? Потом у нее милиция, слава богу, арестовала А то покатился по наклону и... Ну, хватит Хватит Прощай Возвращайся Мне пока нельзя А ты думаешь, они собаками будут их искать, да? Ты права Я не знаю, я не специалист Ты права, я полностью идиот Это правда Но все, что я хочу, сейчас я хочу встретить Филипп Давайте мы успокоимся И подумаем о будущем Что мы будем делать, когда они найдутся? Так что? Под замок? На месяц? На три? А как насчет того, что вы двое научились разговаривать друг с другом? Да успокойтесь, найдутся дети Они домашние Долго ли они протянут? Мам, ты сейчас кому-то кого-то утешила этим? Я тебя, пожалуйста, прошу, помолчи Пока-пока Маруся Пожалуйста, хватит Пхаво Катя Марусь Марусь Я ее успокою Кость, ну, она начала играть, ты заметил? Это хорошо У нее это всегда бывает В любой стрессовой ситуации все через игру Но ты помнишь, когда деда не стало, у нее все умирали А соседка рожала, у нее был роддом Да, точно А сейчас у нее все прощаются и уезжают А кто ей сказал, что Алиска уезжает? Маруся! 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 Да у тебя, конечно, талант Ну ничего, на первое время нам хватит Слушай, может быть, мне все-таки зря это Ты что, хочешь, чтобы тебя опять во Францию увезли? Нет Нет, но дядя Костя обещал помочь Знаешь, Филипп Дядя Костя им не врал Поэтому полагаться можно только на себя Ну да Нужно играть по своим нотам Выкидываем Столько музыка хорошая, жалко Давай вместе Давай Готов? Да Раз Два Три О, вот телефон Марусенька, ну скажи, мы больше не будем тебя ругать Ну вот она знает, вот точно знает Не надо на нее давить, достаточно Марусенька, девочка, скажи, ты видела Алису? Марусенька, детка, ну расскажи нам, пожалуйста Только зря время теряем Слушай, помолчал бы ты, психолог детский Лучше бы мы сразу уехали Да, куда собирались на этот раз? Питер К тете Лиде Когда? Я купила билет на сегодняшний ночной Марусенька, скажи мне Алиса и Филипп к вам сегодня приходили? Когда вы все еще не приехали Но они сказали Это тайна Здравствуйте Скорый поезд Москва-Санкт-Петербург Отправляется с шестой платформой Двенадцатого пути Через пять минут О, еле успел Алиска, я же говорил с проблемами Сразу ко мне Да ты просто так говорил, я теперь знаю Мы боялись, что ты не доросла Вот и бойтесь дальше Мы все решили, ясно Филиппа надо спасать А ты тоже считаешь, что бегство это выход, Фил? Я не говори с ним Он тебе запутки хочет Женщина Женщина Ну и ладно Вот Надо же вам что-то кушать У меня что, какие-то мечи? Алиска, что ты не думала, мы все равно семья Твой отец улетает, передай что-нибудь Он не злится? Он так перепугался, мы его еле откачали Ладно До отхода поезда несколько минут, так что я Оставлю вас Размыслить Это все? А что ты скажешь? Мы вас любим И хотим, чтобы вы были счастливы Будешь готова, расскажем тебе о твоих родителях Ну и Счастливой оставаться Счастливой Валерий Выпустите нас, пожалуйста О, хулиганье, уже бы вам пооборвать Я оборву, это мои дети Хорошо, что ты один приехал Ну еще бы, дело внутреннее, семейное, что же мне полицию вызывать Так здорово, чтобы я вернулась, я зацкучила Маму! Папача, пойдем Папача, пойдем Папача, пойдем Папача, ну, спущи, пойдем Папача, ну, спущи Папача, ну, спущи Ну, все ведь хорошо кончилось, да? Да, хорошо Ну, а почему ты тогда такой? Как будто все плохо Да не важно Мне-то важно История с Игорем получила продолжение Да ты что? Да, похоже, мне это будет стоить отцовского бизнеса И ты так спокойно об этом говоришь? Да я могу орать хоть во всю глотку, легче не станет Нет, Кость, ну как же так? Нужно что-то делать, нужно как-то выкручиваться Бесполезно, рыбка не моего уровня А если я тебе расскажу про рыбку нужного уровня? Не понял Я знаю человека Который с удовольствием тебе поможет Если это выбесит Игоря Ты знаешь этого человека? А что ты сама к нему не обратилась, когда тебе суд грозил? Потому что мне бы он помогать не стал А мне станет Костя Зная тебя Я уверена, что с этим человеком ты общий язык найдешь Два любящих сердца встретились в океане жизни Чтобы взяться за руки и пойти дальше, бок о бок По уходящей вдаль дороги, имя которой брак А мы сегодня с вами собрались, чтобы проводить их в этот интересный жизненный путь Константин Привалов, согласны ли вы взять в жены Софью Виноградову? Да, согласен А вы согласны? Согласна, не согласна, что за бардак? Чего массовка в кадр лезет? Это не массовка, это наш клиент Ой, извините, извините Мы снимаем Э, простите Работайте, работайте Работайте Итак, приготовились, начали! Да Супер! Супер! Свадьба это прекрасно Каждая девочка хочет выйти замуж В этом что-то есть Да, Софья? Сколько красивые мальчики У меня так было на открытии одного из салонов Ну, я скажу вам, это отпад Мы доверяем вашему опыту Ну, я надеюсь А то, что вы придумали журналисты, стилисты, это все неплохо Это все неплохо Как будто бы у нас не магазин, а клубешник Все согласно оговоренному плану Девчонки И примкнувший к ним мальчишкам Наш проект Рубик А что насчет музыки? У нас будет живая музыка? У нас есть знакомый музыкант Профи Спец во всех жанрах Один? Один Мало Нужно хотя бы пять Потому что когда живая музыка, это очень круто И вообще, когда все по-настоящему, понимаете, это очень круто А по витринам вопросов нет? По интерьеру, по названию? Название шикарное Название шикарное Значит так, завтра презентуем Через неделю откроемся Ой, и будет все шикарно Девочки, проект топовый Да На презентации должен быть Игорь Мы вообще-то не планировали Да, он вряд ли придет Он должен быть на презентации Иначе зачем мне все это? Я хочу посмотреть ему в глаза Ну, чао Софи, скажи пока Чао Ну, и откуда ты говоришь, что Вера знает эту аксану? Она вкладывается во все Финансово в том числе И других вариантов у нас, похоже, не предвидится Так, вернемся к презентации Собачка Все как в школе Я победил разумом И разум во все горло кричит мне Признайся во всем Соне Соне Сене Ведь искренность Смягчающие обстоятельства Но есть еще тоненький Предательский Слабенький голосок Который постоянно нашептывает Еще успеется Да, прошу вас Угадайте Кого я Выбрал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok